С вами формирование хакуры нишики на штампе. Хакуры нишики бывают и со штампом, и без штампа. Хакуры нишики вообще красоточка, у которой очень красивые листочки. Они становятся розовенькими, у кого они есть, да? И часто самый задаваемый вопрос, что если мы делаем обрезание хакуры нишики, будет ли она с розовым? Будет. Но, естественно, за лето мы делаем три формирования. Честно скажу, если вы хотите хороших хакуры нишики, вам понадобится три формирования. И, конечно, после первого формирования мы сделаем сейчас высокодвижение. Второе формирование мы будем делать уже летом. Они отрастут длинные веточки, растет она очень хорошо. И там получится, что нам придется, конечно, эти розовые срезать. Если мы не срежем, ну, будет лохмато подольше, да? Ну, можно пойти на два формирования. Но кто мечтает создать как можно скорее шарик полноценный, который будет иметь хороший скелет, хорошее основание, то, конечно, придется немножко помучиться. Но это не сложно, она маленькая, это раз. Во-вторых, зачем же нужно нам формировать, зачем нам нужно создавать скелет? Дело в том, что у хакуры нишики, вот образно, это штамп, да? Здесь вот я говорю, что нужно создать скелет, обязательно скелет. Что же дает нам хороший скелет? Место прививки, вот здесь от него идет вот это разветвление большой ветвей, и вероятность разлома вместо прививки маленькая. Если же вы допустили, что у вас вместо прививки, и вот так вот пошла разветка, на которой потом вы уже поехали по моей технике формировать, и два ветка на которой, вот здесь, знаете, под тяжестью веток, которые вот здесь формируются, и здесь. В шаре, конечно, это не видно, что там у вас внутри, да? Когда в листве. Но на самом деле вероятность того, что в подтяжести этих ветвей разломится место прививки огромная. Поэтому, в первую очередь, те, кто не формировал по моим правилам, вы посмотрите мой урок предыдущий, прошлого года, да, когда весна, когда я рассказывала, этот урок есть. Там как раз я показывала то, что пожалеете раз, это будет потом жалеть будет очень долго. Формирование Хакура Нишики на штамбе, то, что я говорю постоянно, самое главное заложить правильный скелет, правильное основание для Хакура Нишики. Вот оно идет место прививки. И вот обратите внимание, какие пошли хорошие, толстые, полноценные ветви. Самое главное, чтобы у вас не получилось, что вы туда одну ветку сильно запустили, сюда длинное расстояние, чтобы не произошло надлома в месте прививки по тяжеству ветвей, которые будут дальше закладываться. Для формирования, если у вас запущенная Хакура Нишики, то, конечно, у вас, вам придется немножечко вернуться на годок назад. У меня есть публикация. Вот. На годок назад. Да, жалко, конечно. Но это очень частая проблема, то, что многие при покупке жалеют свои Хакуры Нишики и оставляют им побыть такими, думая, что они очень будут долго обрастать. Могу сказать, что обрастать она будет и становиться пушнее намного быстрее, если вы ее сформируете. Потому что вместо одной веточки у нее будет закладываться 3, 4, 5 веточек. Так. Принцип формирования. Не запустить далеко каркас и создать из этого полноценный шар. Вот я отошла. Вы видите сейчас, как она смотрится. Мы должны создать, мало того, чтобы просчитывать 2-3 почечки, да, не больше. Бессмысленно. Мы создаем каркас. Каждый год она будет у вас опять нарастать еще больше и больше. И при этом мы должны делать шаровидную форму. Поехали. Все плохие, тонкие вырезаем. Те, кто делали со мной в прошлом году. Здесь видно, какие плохие, какие слабые, каких толка нет. Веточки, которые мало что зародили, тоже отрезаем. Снизу меньше и пошел туда полукруг. Все веточки, которые я сейчас отрезаю, я все запущу на черенкование. Так, поехали. Обязательно. Где-то 2, где-то 3. Обязательно самое главное, чтобы у вас образовывался круг. До периода сока движения вы все это должны делать. От этого толку нет никакого. Дальше. Смотрим радиус, чтобы у вас был одинаковый. Смотрим обязательно, чтобы у вас был одинаковый радиус. Полукруга. Это может делать даже ваш ребенок. Все очень просто. Ничего сложного. Формирования нет абсолютно. Сейчас неудобно одной рукой. Это я сейчас перережу, когда телефон положу. И продолжаем. Тонкие лучше все убрать. Они не нужны. Вот ветка. Обратите внимание. Видите? Вообще толка от нее ноль. Так, дальше смотрим. Поднимаем. Раз. Два. Все время идем по окружности. Обращайте внимание, пожалуйста, какой стороны кустариза вы режете. Вот этой стороны лучше. У вас будет срез без пенька. Хорошо? Пеньки вам не нужны. Так, дальше. Отрежем. Вот они, центральные мои. Раз. Два. Видите? Выставляю одну высоту и потом пошла на убавление к своим остальным. маленький вырезаем. Не боимся. и продолжаем. Опять вот он, наш центр. По центру, значит, идут одинаковые. И потом на... Так, ну, посмотрим, что же здесь получилось. Вот то, что я сказала. У вас должна быть форма нижней. мы далеко не отпускаем, как я говорю. Почему? Потому что, чтобы был... еще отрежу. Еще отрежу. Чтобы было полукруг, чтобы они далеко не ушли, чтобы, не дай бог, не было давления на приливку. Видите? Вот так, сбоку поднимаю. Мне не жалко. Самое главное, чтобы все это было грамотно созданный каркас. И чтобы наши растения в этом сезоне тут еще и спящая почка проснулась. Вот он. Видите, какая сильная. Создаем полукруг. Смелее, смелее. мои дорогие. Проверяем. Смотрим глазками. Считаем. Вот это слабое совсем. Отрезала. Отрезала, видите, вообще коротко, чтобы она дала хорошеньких там деточек. Вот это еще можно. Еще короче. Даже то, что прошлое отрезание, да, Витя, я еще укоротила. Все во благо. Во благо нашим растениям. Все. Каркас отличный. Сухое все убрала. Тонкое отрезала. Сейчас, видите, недавно заложено из последних последних отрезаний, скорее всего, веточка заложилась. я не стала целиком вырезать. А сейчас что ж такое неудобно. Вот. Сделала ее просто короткой для того, чтобы она и вот эта тонкая. Дам ей шанс еще раз уплотниться и заложить молодых сильных почек. так. Вот сейчас еще хочу обратить внимание, сказать, вот она шла одна, да, вот она разветвление второй, видите, вот толстая второй, вот пошло третья. Вот это вышло позже, видите, она позже появилась. Поэтому ее, я так как она в центре, я не отрезала коротко в прошлый раз, я ее уже подогнала к общей высоте, чтобы общая форма шла. Потому что если я вот эту отрезала коротко, потому что она совсем слабенькая, вот, а вот эта она посильнее, а она, если я ее отрезала бы сейчас коротко, то ее бы задавили малыши верхние, и ей было бы мало света, мало солнца. Вот, все, проверьте, пожалуйста, как вы сформировали ваше растение. Создаете ли вы хороший, надежный каркас, надежный каркас, залог здоровья, залог успеха ваших растений.